Глава тридцать седьмая И от сего трепещет сердце мое, И подвиглось с места своего. Слушайте, слушайте голос его, И гром, исходящий из уст его. Под всем небом раскат его, И блистание его до краев земли. За ним гремит глаз, гремит он глазом величества своего, и не останавливает его, Когда голос его услышан. Дивно гремит Бог глазом своим, Делает дела великие, для нас непостижимое, Ибо снегу он говорит, будь на земле. Равно мелкий дождь и большой дождь В его власти. Он полагает печать на руку каждого человека, Чтобы все люди знали дело его. Тогда зверь уходит в убежище, И остается в своих логовищах. От юга приходит буря, от севера стужа. От дуновения Божие происходит лед, И поверхность воды сжимается. Так же влагою он наполняет тучи, И облака сыплют свет его, И они направляются по намерениям его, Чтоб исполнить то, что он повелит им На лице обитаемой земли. Он повелевает им идти или для наказания, Или в благоволение, или для помилования. Внимай сему, Иов, стой и разумевай чудные дела Божии. Знаешь ли, как Бог располагает ими, И повелевает свету блистать из облака Своего? Разумеешь ли равновесие облаков, Чудное дело совершеннейшего в знании? Как нагревается твоя одежда, Когда он успокаивает землю от юга? Ты ли с ним распростер небеса, Твердое, как литое зеркало? Научи нас, что сказать ему. Мы в этой тьме ничего не можем сообразить, Будет ли возвещено ему, что я говорю? Сказал ли кто, что сказанное доносится ему? Теперь не видно яркого света в облаках, Но пронесется ветер и расчистит их. Светлая погода приходит от севера, И окрест Бога страшное великолепие. Вседержитель! Мы не постигаем его. Он велик силою, судом, И полнотою правосудия. Он никого не угнетает. Посему да благоговеют пред ним люди, И дотрепещут пред ним все мудрые сердцем. Глава тридцать восьмая Господь отвечал Иову из бури и сказал, Кто сей омрачающий провидение словами бессмысла? Припаяшь ныне чресла твои, как муж, Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне, Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь? Или кто протягивал по ней верфь? На чем утверждены основания ее? Или кто положил краеугольный камень ее? При общем ликовании утренних Кто положил четверо. По три, чего мне могла себе отдыхать. Этим, что платье по ней верфи. Произуменство существует. Подожди типа сголчил и все маленькие escreки. Что дает. Редактор субтитров – субтитров – «Льква борьба» Заходи субтитров – Аминь и субтитров – «Ревонюция субтитров» Продолжение следует... Не сходил ли ты в глубину моря, и входил ли в исследование бездны? Отворялись ли для тебя врата смерти, и видел ли ты до границ ее, и знаешь стези к дому ее. Ты знаешь это, потому что ты был уже тогда рожден, и число дней твоих очень велико. Входил ли ты в хранилище снега, и видел ли сокровищницы града, которая, берегуя она время смутное, на день битвы и войны? По какому пути разливается свет, и разносится восточный ветер по земле? Кто проводит протоки для излияния воды, и путь для громоносной молнии, чтобы шел дождь на землю безлюдную, на пустыню, где нет человека, чтобы насыщать пустыню и степь, и возбуждать травные зародыши к возрастанию? Есть ли у дождя отец, или кто рождает капли росы? Из чего и нет, О, я хочу остановиться и оставить где-то свернуть Продолжение следует... Продолжение следует... Знаешь ли ты время, когда рождаются дикие козы на скалах, и замечал ли роды лани? Можешь ли расчислить месяцы беременности их? И знаешь ли время родов их? Они изгибаются, рождая детей своих, выбрасывая свои ноши. Дети их приходят в силу, растут на поле, уходят и не возвращаются к ним. Кто пустил дикого осла на свободу, и кто разрешил узы, а нагру, которому степь я назначил домом и солончаки жилищем? Он посмеивается городскому многолюдству и не слышит криков погонщика. по горам ищет себе пищи и гоняется за всякую зеленью. Захочет ли единорог служить тебе, и переночует ли у ясли твоих? Можешь ли веревкою привязать единорога к борозде, и станет ли он баранить за тобою поле? Понадеешься ли на него, потому что у него сила велика, и предоставишь ли ему работу твою? Поверишь ли ему, что он семена твои возвратит и сложит на гумно твое? Ты ли дал красивые крылья павлину, и перья, и пух страусу? Он оставляет яйца свои на земле, и на песке согревает их, и забывает, что нога может раздавить их, и полевой зверь может растоптать их. Он жесток к детям своим, как бы не своим, и не опасается, что труд его будет напрасен, потому что Бог не дал ему мудрости и не уделил ему смысла. А когда поднимается на высоту, посмеивается коню и всаднику его. Ты ли дал коню силу и облег шею его гривою? Можешь ли ты испугать его, как саранчу? Храпение ноздрей его ужас. Роет ногою землю и восхищается силою, идет навстречу оружию. Он смеется над опасностью и не робеет, и не отворачивается от меча. Колчан звучит над ним, сверкает копье и дротик. В порыве и ярости он глотает землю, и не может стоять при звуке трубы. При трубном звуке он издает голос гу-гу, и издалека чует битву, громкие голоса вождей и крик. Твоею ли мудростью летает ястреб и направляет крылья свои на полдень? По твоему ли слову возносится орел и устрояет на высоте гнездо свое? Он живет на скале и ночует на зубце утесов и на местах неприступных. Оттуда высматривает себе пищу, глаза его смотрят далеко. Птенцы его пьют кровь, и где труп, там и он. И продолжал Господь труп всматривает стиль и неприятный и департамент